Кувалда и молоток ушли в прошлое. Сегодня рабочие профессии отнюдь не ассоциируются с древнейшими орудиями труда. Повысить престиж, показать профессию с привлекательной стороны помогают новые методологические подходы. На базе Чебоксарского электромеханического колледжа предприятие ЭЛАРа открыло ресурсный центр по подготовке рабочих и специалистов по производству и обслуживанию высокотехнологичной электроники. С электромеханическим колледжем ЭЛАРа работает с момента основания завода. Все эти годы монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры, станочники практиковались на предприятии. А с открытием ресурсного центра обучение в колледже максимально приближено к условиям работы на ЭЛАРе. Создаваемые рабочие места на предприятии ЭЛАРа и на других предприятиях электротехнической отрасли – это безусловная гарантия для всех выпускников, молодых выпускников, в том, что они будут трудоустроены. Конечно, в первую очередь, наверное, будут трудоустроены на предприятиях ЭЛАРа, поскольку все условия здесь полностью копируют те производственные цеха, которые на сегодняшний день в условиях труда созданы на самой ЭЛАРе. Более ста специалистов – монтажники, слесарь и сборщики, регулировщики – нужны предприятию ЭЛАРа уже сегодня. Студенты электромеханического колледжа не останутся без работы, а ЭЛАРе не грозит кадровый голод. Дима – будущий специалист по ремонту электронной техники. Работа молодому человеку нравится и сложной совсем не кажется. Я занимаюсь пайкой проводов на лепестки, допустим, вот провод, потом его припаивают в платье, другой конец – вот лепесток. Допустим, трансформатор. Сюда включивают винтик, но те самые, короче, он держится, получается, к трансформатору. Объяснить трудно. С началом работы ресурсного центра изменится и уровень подготовки студентов, уверен директор колледжа. Также в учебном заведении активно займутся повышением квалификации работающих специалистов республики. Мы получили новейшее, современное оборудование, которое используется на предприятиях, занимающихся выпуском радиоэлектронной продукции, техники. То есть вот то, что сейчас здесь вы видите, стоит в цехах, на которых взрослые люди, монтажники, ну, другие специальности делают продукцию, которая потом устанавливается на наши сферозвуковые самолеты, устанавливается. Они же и на комплексном сработают, и на железнодорожный транспорт. То есть очень такой широкий депозон. Такие центры в Чебоксарах уже действуют на тракторном и электроаппаратном заводе. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.